Ну что ж, уважаемые коллеги, добрый вечер. В ближайшие 45 минут нас объединяет тема «Критическая цепь проекта» как один из инструментов составления расписания. Меня зовут Павлова Елена, я преподаватель учебного центра «Специалист» по направлению управления проектами. Ну и специализируюсь, кроме управления проектами, на работе с Microsoft Project. В том числе инструмент позволяет выполнить планирование и по такому подходу. Ну и давайте поговорим, с чего все началось и что для нас означает использование критической цепи. Коллеги, те, кто с нами в удаленном режиме, надеюсь, вы нас хорошо видите, слышите. Ну, по крайней мере, экран, звук, трансляцию отсюда. Если будут какие-то вопросы, то вы пейте обязательно в чат. Так, по мере возможности, я буду отслеживать ваши комментарии и отвечать на вопросы. А пока обратимся, собственно, к первоисточнику. Жанр бизнес-роман, основоположником которого является американский экономист Элияху Голдрот, который изначально описал подходы к управлению производственным предприятием в виде книжки, которая сейчас является бестселлером во многих, не только производственных компаниях, в сервисных компаниях, в банках и так далее, и так далее, является настольной книгой менеджеров, книга «Цель», где описаны основные положения теории ограничений. Он же написал книжку, которая называется «Критическая цепь». И, собственно, с тех пор все и началось. Эта книжка переведена на русский язык. У нас она есть в двух вариантах, в двух изданиях. Ее можно найти, ну, в общем, и на озоне, и в формате электронной книги, посмотреть, почитать. Вот с этого все началось. То есть эта книга 97-го года издания, и так, как сказал в предисловии к этой книге руководитель, генеральный директор первой генерирующей компании оптового рынка электроэнергии Владимир Хлебников, он назвал вот эту книгу «Тихой революцией в управлении проектами», которая устраняет фундаментальный изъян традиционного подхода к управлению проектами. И нам предстоит разобраться, что это за традиционный подход, какие там есть изъяны, и, собственно, в чем преимущество планирования проекта по критической цепи. Ну, во-первых, под традиционным подходом всегда в контексте вот этого инструмента, критическая цепь, понимается метод сетевого планирования или метод, который называется Program Evaluation Review Technique, PERT-анализ. То, что у нас на уровне такой бытовой лексики определяют скорее как оценку длительности операции по трем точкам, а на самом деле PERT включает в себя и, ну, в общем, само по себе сетевое моделирование проекта. И туда же три точки оптимистическая, пессимистическая, наиболее вероятность распределения весовых коэффициентов и прогнозированием, расчетом дат начала окончания операций. Появилась эта методология, появился этот традиционный подход, собственно, PERT-анализ. В начале 50-х годов появился он в рамках проекта, который выполнялся по заказу американской военной оборонной промышленности по строительству подводной лодки. Ну и к тому моменту, к началу 50-х годов, как-то считается, предполагается, что все остальные инструменты составления планов проектов, составления расписаний проектов, они морально устарели, поскольку проект – это такая очень специфическая деятельность, обладающая неотъемлемой характеристикой и неопределенностью, сложно прогнозируемая. И, собственно, сама по себе, например, та же визуализация в формате диаграммы ГАНТа, она не позволяет вот эту неопределенность учесть. А PERT-анализ – это, ну, наверное, первый инструмент, который что-то делает с неопределенностью на проекте. И вот с начала 50-х годов, с момента появления этого традиционного подхода, прошло, ну, 50 лет до 97-го года, до того, как появился подход «Критическая цепь проекта». И между этими двумя событиями, по сути, в управлении проектами в принципе ничего нового не появлялось. Конечно, сама по себе дисциплина менеджмента, она развивалась, и появлялись, например, те же некоммерческие организации, тот же институт PMI, который подготовил сначала этический кодекс руководителя проекта, потом такой прообраз, прототип руководства PMBOK, ну, и с тех пор, собственно, эту тему развивает. Но это все обобщение этих инструментов. А в смысле появления какого-то нового инструментария, это действительно была в свое время такая революция. Ну, и повторюсь, не с критической цепи все началось. То есть Голдрат изначально является автором теории ограничений, книжка «Цель», формат вот этого бизнес-романа, описывающая ситуацию о производственном предприятии, анализ производственной цепочки, идея идентификации в этой производственной цепочке самого слабого звена, идея о том, что общая производительность всей производственной цепи определяется скоростью, производительностью именно этого слабого звена. Ну, и некоторые, в том числе, парадоксальные шаги в направлении совершенствования деятельности производственного предприятия. Ну, например, такой шаг, как после идентификации вот этого бутылочного горлышка снижение производительности всей системы до уровня производительности слабого звена для того, чтобы снизить все издержки на всей цепи. Расширение этого бутылочного горлышка, увеличение производительности системы до расширившейся производительности узкого места и затем следующим шагом идентификация, что теперь ограничивает работу системы, идентификация следующего бутылочного горлышка, что в общем и обеспечивает цикл постоянного совершенствования. Все это описано в формате такой полухудожественной литературы, можно в том числе воспринимать как увлекательное чтение, где на примере и бизнес-ситуаций, и в общем каких-то ситуаций из частной жизни, личной жизни главного героя и всех прочих героев вот постепенно-постепенно накапливаются вот эти вот выводы и идеи, которые затем и оформились в теорию ограничений. Книжка «Цель» была написана раньше, чем книжка «Критическая цепь». После цели вышла «Цель-2», сейчас уже есть «Цель-3». Это все развитие идеи вот этой теории ограничений, а «Критическая цепь», она касается не производственного предприятия, она касается в чистом виде именно управления проектом. И действительно противопоставляется, это тоже набор неких парадоксальных выводов противопоставляется вот этому фундаментальному, что называется, фундаментальному изъяну традиционного подхода. Что у нас, собственно, в традиционном подходе и что именно противопоставляется в инструменте «Критическая цепь»? Тоже, да, книжка сама по себе такой художественный формат. Это тоже бизнес-роман. Ну и в процессе развития сюжета вот выясняется, что проекты, в отличие от бизнес-процесса, вот той же производственной деятельности, они обладают более высоким уровнем неопределенности и традиционный подход к планированию сроков и денег, ну, собственно, двух основных ограничений на проекте. Он характеризуется, ну, как минимум, двумя такими факторами, как включение в оценку задач и рисков неопределенности, то есть распределение по всей цепочке работ вот этих запасов на неопределенность, оценка длительности, оценка сроков каждой задачи включает в себя какую-то безопасность, при том, что оценочная длительность операции, ну, то есть принципиальная возможность выполнить операцию, оценочная длительность, она смещается скорее в сторону уменьшения длительности. И второй фактор – это составление именно расписания проекта, именно графика проекта, такая фиксация дат начала окончания операций, соблюдение сроков которых, собственно, и обеспечивает успех проекта. Поскольку вот этот запас на безопасность, он распределяется по отдельным задачам, это оборачивается несколькими негативными такими явлениями, негативными эффектами. Собственно, в чем заключается основной смысл критики этого традиционного подхода в концепции критической цепи? В том, что запас на безопасность, который мы заложили в каждую задачу, будет использоваться каждый раз, даже если рисковое событие не наступит. И получается, что тот резерв, которым мы защитили задачу от будущей неопределенности, он оказывается использованным каждый раз, когда эта задача завершается. Во-первых. Во-вторых, если риски, которые заложены в резерве, срабатывают, задача запаздывает, потому что исполнители, они исчерпали все время заложенное на выполнение этой операции, исчерпали благодаря такому явлению, такому эффекту, который называется студенческий синдром, поскольку времени достаточно на выполнение задачи, то, соответственно, можно начинать ее как можно ближе к концу. Вот эта оценка длительности операции, она в каком-то смысле расслабляет исполнителя. Во-вторых. Во-вторых, сам по себе фокус на запланированных датах начала и окончания задачи не позволяет воспользоваться преимуществами досрочного завершения работ, потому что фокус на датах, он определяет вопрос согласования ресурсов между руководителем проекта и владельцем ресурса. И, соответственно, это фиксация в какой-то внутренней договоренности, когда, в какую дату руководитель проекта сможет привлечь ресурс к выполнению задачи. И даже если мы предшествующую работу выполним раньше, у нас окажется, что исполнитель все равно занят каким-то или операционной деятельностью, или каким-то смежным проектом. Ну и то, что мы вдруг внезапно сделаем задачу раньше, никак не приблизит дату окончания проекта. Ну а наоборот, запаздывание задачи, поскольку метод сетевого планирования, как часть традиционного подхода, предполагает жесткие зависимости хронологические между задачами, всегда неизбежно приводит к задержке зависимых задач, если эта задача лежит на критическом пути, то, соответственно, к задержке срока проекта. Вот такое страхование раздуванием, распределением, размазыванием резервов по отдельным задачам и фиксация на датах оборачивается, ну традиционно, да, в контексте критики вот этого подхода пертанализа, в контексте использования инструмента критическая цепь, называют вот эти вот четыре факта. Студенческий синдром, многозадачность, закон Паркинсона, закон Мерфи. Студенческий синдром – это как раз вопрос того, что в длительность операции заложена какая-то подстраховка, она рассчитана не просто на среднего специалиста, она покрывает, собственно, 85-90% вероятности того, что задача закончится в срок такой или меньший, а каждый исполнитель, приступая к выполнению своего задания, он понимает, что он, в общем, и не средний специалист, и не худший специалист, и под конец вот этого срока наступления, да, даты окончания задачи, начинает заниматься этой работой, ну, собственно, как студенты готовятся к экзаменам. Многозадачность – это вопрос уже управления не столько одним отдельно взятым проектом, сколько на уровне всего портфеля проектов. Если какие-то отдельные задачи на проектах начинают приводить к срыву сроков, это приводит, в свою очередь, к тому, что задачи все переприоритизируются, к тому, что поступают какие-то более срочные задания, исполнители переключаются на эти более срочные задания, прилетевшие в том числе из соседних проектов, ну, то есть, повторюсь, это все-таки уровень уже портфельного управления, начинают постоянно переключаться между задачами, выполнять несколько задач параллельно, ну, и ни к чему хорошему это не приводит. Это, в конце концов, оборачивается таким тушением пожаров вместо нормального, спокойного, последовательного выполнения работ. Ну, и еще два таких негативных эффекта. Напрямую связан закон Паркинсона с тем же самым студенческим суммом объем работ склонен заполнить все время, которое отведено на выполнение этой задачи. И если уж мы запланировали вместо пяти дней, там, где за пять дней можно справиться, запланировали десять дней, значит, у нас даже самый ответственный сотрудник, сделав за пять дней приемлемый по качеству, создав какой-то результат, будет оставшиеся пять дней доводить его до совершенства. Но это даже самое ответственное. Если это такой, ну, средний специалист, то он просто будет работать в таком сравнительно спокойном режиме, будет работать в течение всего отведенного времени. Ну, и закон Мерфи. Если неприятность может случиться, это управление неопределенностью, это управление рисками. Если они могут произойти, то они обязательно произойдут. Ну, и, соответственно, все участники проекта, они стремятся защитить себя. И если руководитель проекта будет ориентироваться только на оценки длительности исполнителей, в том числе уточняя их вот этим пертанализом, распределением пессимистических, оптимистических, наиболее вероятных оценок, то, по сути, это будет означать, что руководитель проекта отдает исполнителям управленческую функцию защищать график проекта от невыполнимости и от тех рисков, которые в любом случае будут наступать. Он отдает этот резерв исполнителям, и они уже как могут, так и распоряжаются этим резервом. Кто-то, заполняя весь отведенный объем времени, кто-то в последний момент, начиная выполнять задачи, ну, и все это обернется однажды. Там и сам возникает пожарами во всем портфеле проектов и обернется, в конце концов, вот этой многозадачностью. И на уровне статистики традиционный подход дает, конечно, очень неутешительные цифры. По данным исследованиям Стендиш Групп, 44% проектов завершаются вовремя, меньше половины проектов вовремя, если говорить об ограничении по времени. В среднем проекты, ну, в 2-2,5 раза дольше изначально запланированной длительности, в 2 раза дороже по сравнению с изначальным бюджетом. 70% проектов теряют в качестве, сокращают исходный объем работ на проекте, и 30% проектов предварительно административно закрываются досрочно. Ну, и, соответственно, что-то надо с этим делать. В общем, с этой проблемой и начинается описание инструмента, критическая цепь проекта. В чем заключается суть этого инструмента? Это другой подход к составлению расписания. Здесь нет ориентации, как в пертанализе, на жесткие хронологические зависимости операции. Здесь концентрируется внимание на вопросе того самого бутылочного горлышка, узкого звена. Вводится такое понятие, как критический ресурс проекта, общая выделенная емкость которого и скорость работы которого, производительность которого, доступная нам скорость, определяет общую скорость выполнения проекта. Что-то, кто-то из исполнителей является вот этим вот бутылочным горлышком. И, соответственно, цепочка работ на проекте планируется не как жесткие зависимости, исходя из логики выполнения задач, а как ресурсные связи, ресурсные зависимости. Вот появляется в критической цепи такое понятие, как ресурсная зависимость. И исходя из выделенной емкости, из доступности, из возможности использовать вот этот критический ресурс, изначально формируется цепочкой его работ. Конечно, если где-то есть жесткие технологические связи между работами, то они, само собой, тоже учитываются. Но дело в том, что если вспомнить классификацию зависимости по руководству PMBOK, жестких зависимостей не так много, вот этих обязательных. Большая часть зависимости в проекте носит дискреционный характер. Ну, то есть это какая-то мягкая логика, это какая-то предпочтительная логика. Так вот там, где она мягкая, там начинают работать ресурсные связи. То есть мы не исходя из сетевого графика, который изначально ведь строится там с учетом бесконечности ресурсов, а наоборот, исходя из изначального ограничения по ресурсам, формируем вот эту цепочку работ. Это первый принципиальный момент. Второй принципиальный момент – это работа с длительностями операций. Длительности операций не включают в себя тот запас по времени, который вот обеспечивает как раз эту 85-95% безопасность. То есть длительность операций определяется с 50% вероятностью того, что задача займет выделенное время. Ну, то есть, условно говоря, если у нас оценочная длительность операции, оценочная, кем-то из исполнителей, кем-то из экспертов с запасом по времени изначально 8 дней, то 50% вероятность – это половина длительности этой операции, то есть буквально длительности операций вот этой вот цепочки работ критического ресурса буквально сокращаются в два раза. Это в каком-то смысле парадоксальный и такой провокационный подход к планированию сроков на проекте, но в этом и заключается суть управления, ну, вот этого подхода к управлению неопределенностью. Все сокращения, понятно, что у нас там проект в два раза при этом сокращаются, все сокращения, они определяются буферами, которые призваны защищать вот эту вот общую критическую цепь, общую критическую цепь проекта. И сквозным для всей методологии управления критической цепью является понятие буферов. Их несколько видов. Это и ресурсные буферы, это и буфер проекта, это и питающие буферы, это и буферы на затраты, ну, то есть это буквально такие амортизаторы, которые защищают весь план проекта от будущей неопределенности. Но только эти буферы не распределяются по отдельным операциям, а они собираются в конце каждой из цепочек. И при таком подходе к планированию проекта, конечно, совершенно бессмысленно управлять датами начала и окончания каждой операции, потому что даты, они совсем, ну, это 50% вероятность наступления этой даты, с одинаковой вероятностью. И быстрее можно сделать эту задачу, и дольше можно ее выполнять. И поэтому фиксироваться на датах нет никакого смысла. И здесь фокус внимания руководителя проекта, вот по этому подходу, он переключается на управление статусом буфера. Собственно, как происходит расчет этих дат, и что со статусом буфера, тоже обязательно обсудим. И это позволяет получить преимущество. Во-первых, устранить влияние закона Паркинсона. То есть мы для исполнителей, как руководителей проектов, определяем не максимально расслабленную оценку длительности операции, а то, что называется агрессивная оценка с 50% обеспечением риска. Ну, то есть это принципиально возможная длительность. За это время можно сделать операцию. Само собой рисковые события, они, конечно, будут наступать, поэтому ни исполнители, ни заказчики на датах начала-окончания операции не фиксируются. Мы избавляемся от жестких дат окончания задачи. Но всегда в этом проекте есть жесткая дата окончания самого проекта. И то, что мы получаем в виде плана по методу критической цепи, называется скорее не план и не график, а называется некая модель расписания. Ну, на самом деле критический путь проекта, импертанализ – это тоже моделирование. Модель, где есть критическая цепочка последовательности операций критического ресурса, где есть буферы, защищающие эту критическую цепь до наступления жесткой даты окончания проекта. И руководитель проекта не датами, а именно статусом буфера и управляет. И в матричной организации имеет смысл наделить руководителей проектов полномочиями так, чтобы они могли и ресурсы проекта защитить от вот этой мультизадачности, многозадачности, более срочных задач из соседних проектов и подразделений. Использование инструмента критическая цепь позволяет воспользоваться преимуществами досрочного завершения задачи, потому что здесь при таком подходе планирование происходит не по принципу составления жесткого графика с жесткими связями, а по принципу гибкости ресурсов, их способности переключаться на более важные задачи критической цепи. И для того, чтобы этим в принципе можно было воспользоваться, вообще в культуру управления проектами привносятся такие дополнительные, ну если уж используется метод критической цепи, дополнительные действия. Во-первых, это сбор информации у ресурсов, за сколько их нужно предупреждать, что они должны переключаться на важные задачи критической цепи. Это один из вариантов такого ресурсного буфера, то есть время на переключение. Во-вторых, в отличие от отслеживания по проценту выполнения, потому что сделано по задаче, здесь ресурсы ориентируются на то, сколько осталось времени до конца задачи, и соответственно это формирование такого буфера предупреждения. И тогда, когда оставшееся текущее время становится меньше буфера предупреждения исполнителя, мы уведомляем его о том, что ему вскоре надо переключиться на свою задачу. Это позволяет на уровне взаимодействия между руководителем проекта и владельцами ресурсов говорить о гибких датах привлечения исполнителей, не о жестких, которые мы там в плане привлечения ресурсов, в плане управления командой проекта фиксируем, а на вот такой вот гибкости. И поэтому, конечно, внедрение инструмента, критическая цепь проекта, это не работа над одним отдельно взятым проектом. Это в одном отдельно взятом проекте реализовать просто невозможно. Это вопрос все-таки культуры компании, культуры управления проектами во всей организации, и речь идет об использовании этого инструмента во всем портфеле проектов. Соответственно, все заинтересованные стороны, все вовлеченные стейк-ходеры, они должны быть готовы к вот такому подходу, к тому, что мы не фиксируемся на датах, к тому, что у нас управление ресурсами по вот этому принципу происходит. Ну, потому что, если мы любой из этих эффектов утратим, то, ну, в принципе, сводится на нет смысл работы, вообще смысл использования этого инструмента. Кроме устранения влияния закона Паркинсона, использования досрочного завершения задачи, использование буфера по времени. Это один из признаков, собственно, работы по методу критической цепи. Аккумулируем резервное время всех задач цепи так, чтобы в конце проекта обычно одной задачей, пустой задачей, без назначенных ресурсов, без присвоенных каких-то денег, перед итоговой вехой проекта, той, которая является предметом договорных обязательств между исполнителем и заказчиком, появлялся вот этот вот проектный буфер, да, буфер безопасности. И дальше любые задержки, они, конечно, будут происходить на критической цепи, ну, то есть даты начала окончания, они будут нарушаться из-за наступления рисковых событий, но нам это неинтересно, у нас эти нарушения будут гаситься вот этим вот общим буфером по времени. Размер этого буфера определяется в разных подходах по-разному. Наверное, самый простой такой подход – это 50% от длительности критической цепи. Ну, то есть, если у нас, вот так вот даже просто на словах, если у нас изначально было в проекте, ну, например, 10 задач, каждая из них по оценочной длительности, уточненная в результате перт-анализа вот этих трех точек, каждая из них, например, длилась 8 дней, у нас общая длительность проекта при условии, что они идут друг за другом, была 80 дней, 10 задач по 8 дней. Для того, чтобы мы могли воспользоваться преимуществами критической цепи, мы сокращаем длительность всех задач в половину, ну, то есть до 50% покрытия всех рисков, то есть у нас остается 10 задач, каждая из них длится по 4 дня, у нас остается 40 дней. Длительность критической цепи, ну, при условии, что это цель, при условии, что это ресурсные связи, при условии, что это именно цепочка работ нашего критического ресурса, определяющего скорость выполнения всего проекта. И перед итоговой вехой добавляется буфер в размере половины от длительности этой критической цепи, ну, то есть еще плюс 20 дней буфера, ну, от 40 дней половина, 20 дней. Мы получаем в пертанализе 80 дней получили, в критической цепи получили 60 дней. Отсюда, собственно, в компаниях, которые используют вот этот инструмент, отсюда сокращение сроков реализации всего проекта, отсюда вот эти все истории успеха внедрения критической цепи, отсюда сокращение цикла производства, цикла выпуска прототипа или нового продукта на рынок, или еще чего-нибудь, от того, что не 80, а 60, при этом еще с таким, ну, по сути, 30-ти процентным резервом от 60 дней, 20 дней – это 30%, да, вот этого общего проектного буфера. Это один из подходов к определению буфера, это если взять такую очень абстрактную, отвлеченную вообще от жизни ситуацию, когда это 8 последовательных, это 10 последовательных задач по 8 дней, да, там оценочная длительность. А если это параллельные задачи, а если у нас еще в эту критическую цепь, в работы критического ресурса вливаются не критические цепочки, не критических исполнителей, но которые, тем не менее, тоже обеспечивают выполнение проекта, а если это разные задачи, а если у них степень риска на этих задачах разная, то тут уже для определения буфера по времени используются и другие подходы в том числе. И, конечно, просто так там завтра прийти на свое рабочее место, не завтра, послезавтра, наверное, прийти на свое рабочее место, взять свой любой ближайший проект, сократить длительности в два раза, плюс половина от вот этой цепочки, добавить буфер и все, сказать, что я там управляю по методу критической цепи, но нет, так не получится. Тут все-таки придется, наверное, вникнуть и во все статистические выкладки, да, собственно, почему один из подходов – это плюс 50% от критической цепи, и какие еще бывают подходы, как они описывают определение величины вот этого буфера и как это обосновывается статистически, как это связано с величиной рисков, с разницей рисков, да, что такое закон статистики, когда общая совокупная неопределенность вот этих 10 задач меньше суммы неопределенности каждой из них, и почему мы закладываем не полную вот эту вот там 40 дней на критическую цепь плюс 40 дней на буфер, да, а почему это все-таки другая величина, она меньше, чем общая продолжительность критической цепочки. Конечно, во все это придется вникнуть, и, конечно, мало того, что придется вникнуть в эти все статистические выкладки, ну, еще придется это, если вы принимаете решения на уровне управления проектом или влияете на принятие решений, да, на уровне регламентов, на уровне общей политики компании, то придется много-много всего сделать. Компании, вот те, в опыте которых представлен успех работы с этим инструментом, они не очень быстро к этому успеху пришли, ну, то есть это пришлось переделать, в принципе, подход к управлению проектом, передоговориться, сделать так, чтобы все приняли, исполнители в первую очередь приняли вместо 8 дней 4 дня длительность, да, операции, владельцы ресурсов приняли вместо жестких дат вовлечения исполнителей гибкие даты вот эти, чтобы появились вот эти сигналы, предупреждения исполнителя о том, что им скоро нужно заняться задачей, лежащей на критическом пути, появились в отчетности компании, вот эти формы всем одинаково понятны, что со статусом буфера в принципе может происходить, потому что, повторюсь, тут-то фокус смещается именно на управлении буфером по времени для руководителя проекта и так далее, и так далее. То есть через какие-то шаги компания проходит для того, чтобы в принципе можно было по этому инструменту работать, но в то же время истории успеха, они, конечно, впечатляющие. Ну так вот, продолжая эффекты от использования критической цепи, мы используем преимущество раннего завершения, запаздывающие задачи гасятся вот этим вот общим буфером проекта, ну и суммарный буфер, он меньше составляющих отрезка времени от резервов индивидуальных задач, поэтому не 80 дней, поэтому 60 дней, да, выполнения проекта при правильном планировании, при хороших экспертных оценках. Кроме буфера по времени, есть еще такое понятие, как питающий буфер проекта, потому что вот в эту основную критическую цепь, ну то есть в цепочку задач критического ресурса могут вливаться, это есть и при сетевом планировании, и при использовании метода критической цепи, могут вливаться сетки, ветки некритических исполнителей. Ну и когда они вливаются, их тоже, в общем, надо защитить, ну точнее не их защитить, а критическую цепь, защитить от влияния вот этих вот вливающихся веток, тех, у которых с точки зрения сетевого планирования есть свободный временной резерв, общий временной резерв, то, что называется флот, и тех, которые страхуются кроме этого флота, кроме того, что там в принципе до критических задач есть еще 4 дня или 14 дней, они страхуются еще вот таким, тем, что называется филин-баффер, питающий буфер. Ну, то есть кроме проектного буфера, вот этот питающий буфер. Питающий буфер – это запас по времени для некритической цепи и, собственно, вливающийся в основную критическую цепь. И, собственно, размер этого питающего буфера, он определяется по тем же правилам, что и общий буфер проекта. Это защищает критическую цепь от некритических исполнителей, от того, что они тоже, в принципе, могут задерживать вот эти вот общие сроки проекта. Кроме этого, кроме проектного буфера, питающего буфера, есть еще такое понятие, как буфер ресурсов. Это то, чего в принципе нет в перт-анализе. Ну и, во-первых, буфер ресурсов понимается именно как буфер предупреждения, вот то время, за которое надо предупредить человека о том, что он должен приступить к выполнению задачи. Собственно, чаще всего именно такая интерпретация встречается у буфера ресурсов. Но это в том числе и выделение дополнительных ресурсов для задач критической цепи. Потому что в перт-анализе этого нет. В перт-анализе резервируется в традиционном подходе к управлению проектом время и деньги. Время резервируется вот этим распределением резервов на неопределенности каждой задачи, а деньги по-своему, да, там есть связь с реестром рисков, с стратегией, которую мы для этого риска определили и так далее, и так далее. Резервы по ресурсам в перт-анализе, они в принципе не закладываются. А тут вот такая скамейка запасных рабочих, скамейка запасных прорабов, которые могут там при необходимости добавиться на критический путь, она тоже формируется. И это тоже вопрос культуры, вообще-то управления проектами, культуры взаимодействия между руководителем проекта и владельцем ресурса. Ну, потому что, да, резервные мощности какие-то держатся под задачи, лежащие на критической цепи. А это, конечно, в свою очередь означает, что у нас выполнена приоритизация проектов, а это, в свою очередь, означает, что мы уже все вот эти правила игры приняли. Что дальше с этими буферами происходит? Вот их как минимум три вида. Это буфер проекта, питающий буфер для некритической цепи и буфер ресурсов. На примере буфера проекта. Буфер является средством мониторинга и контроля проекта. И это такие пороговые значения для красной, желтой, зеленой зоны, которые служат сигналами раннего оповещения о том, что же нужно делать с этим проектом. Ну, потому что мы по этой критической цепи начали жить, начали работать, рисковые события начали наступать, наш критический ресурс где-то начинает отклоняться. Команды разработчиков, например, наш критический ресурс, они начинают отклоняться от заданной производительности, от заданной скорости по каким-то причинам. Может быть, команды не сложившиеся, конфликтов много, может быть, внешние объективные риски наступают. И нам надо понимать, в какой момент мы, какие управленческие решения принимаем. То есть вот у нас треть проекта сделана, какая-то часть буфера съедена этими задержками на критической цепи, и что? Ну, то есть у нас должны быть триггеры для того, чтобы не только для того, чтобы спрогнозировать, там, выполним или не выполним дату завершения проекта, целевой срок вот этот по проекту, но и понимать, решения-то какие сейчас надо предпринять, если какая-то часть этого буфера израсходована. И еще один такой очень яркий оттуда именно метода критической цепи – это температурный график. Красная, желтая, зеленая зона. По горизонтали время выполнения проекта, ну, то есть вот эти 10, 20, 25, 100 – это прогресс проекта в процентах, а по вертикали, по COY – это тоже в процентном отношении использование этого буфера. Ну, и оптимальной для выполнения всего проекта является желтая зона, то есть мы с одинаковой скоростью прогрессируем проект и используем буфер проекта. Зеленая зона – это такое максимально, вроде бы, с одной стороны благополучное состояние, то есть если у нас проникновение в буфер идет до зеленой зоны, то, в общем, и никаких решений принимать не нужно, с одной стороны. Но, с другой стороны, это означает, что мы, в общем, не очень верно и правильно оценили вот эти исходные длительности операции, раз у нас эти длительности, ну, вот настолько покрывают наступающие рисковые события. А красная зона – это, соответственно, сигнал к каким-то активным действиям на проекте, ну, и статусы, они же очень точно определяются. Вот сами по себе пороговые значения зеленой, желтой, красной зоны определять может руководитель проекта сам для своего проекта или проектный офис эти пороговые значения диктуют как общую политику, но интерпретируется это в контексте критической цепи всегда одинаково. Зеленая зона – это ожидаемое отклонение, все идет по плану. В общем, никаких специальных действий пока мы в зеленой зоне не предполагается. Но, еще раз повторюсь, размер буфера может оказаться слишком большим или сложность задач мы переоценили, и, в общем, если мы доказали о зеленой зоне, то это свидетельствует о недостатках на этапе планирования, на этапе оценок. Желтая зона, по сути, она такая самая, ну, самая, что ни на есть благополучная. Правильно оценили, правильно работаем над этим проектом. И это такое нормальное отклонение, ожидаемое, заложенное отклонение. И как раз вот эта граница между желтой и красной зоной – это и есть триггер перехода к каким-то активным действиям. То есть в желтой зоне – это, ну, желтый сигнал, как и у светофора. То есть это просто готовность к устранению причин задержки. А вот красная зона – это уже необходимость действий, и это компенсация, собственно, вот этого защитного буфера на всем проекте. Иначе когда-нибудь однажды проект может уйти в черную зону. Собственно, чем хороша вот эта критическая цепь проекта? Тем, что управление статусом буфера – это такие ранние сигналы оповещения о каких-то проблемах на проекте. Мы половину проекта сделали. То есть у нас еще впереди из 40 дней и 20 дней работают над этим проектом. Половина. А у нас уже 100% буфера использовано. И этот проект уже опоздал. И надо принимать какое-то решение либо по полному закрытию этого проекта, либо по полному перепланированию проекта. Раннее оповещение. Это то, что, ну, такого эффекта, конечно, в перт-анализе не добьешься. В перт-анализе до последнего. Можно надеяться на то, что мы под задачу закладывали 10 дней. Ее, в принципе, это можно и за 3 дня сделать. И всегда-всегда в перт-анализе можно на остатки сжимать, буквально компрессинг расписания выполнять. А здесь нет. Здесь и так минимально возможны, минимально допустимые оценки длительности операции для вот этого критического ресурса. Ну и если буфер израсходован, то все, проект уже опоздал. Ну и, собственно, не только ведь преимущества есть у critical chain, да, у метода критической цепи. Хотя они тоже. Во-первых, это выровненная нагрузка ресурсов по времени. То есть тут по определению нет ресурсных конфликтов, ресурсных дефицитов. Мы, исходя из ограничения по ресурсам, строим цепочку работ. А не так, как в перт-анализе с условием бесконечных ресурсов, а потом уже думаем, что с этими дефицитами делать. Здесь нет многозадачности. За одну единицу времени выполняется одна задача, но поскольку это цепь. То есть это последовательность работы вот этого критического ресурса. К преимуществам угрозы срыва сроков окончания проекта. Вот те самые ранние сигналы обнаружения и своевременное принятие управленческих решений. Ну и вот эти вот все негативные эффекты традиционного подхода, тот же самый студенческий синдром, расслабленная работа исполнителя, законы Паркинсона, законы Мерфи, они нивелируются в инструменте критической цепи. Ну а недостатки это тоже, конечно, там в 45-минутном, в часовом формате всю суть этого инструмента раскрыть, ну, наверное, невозможно, да, в общем, и задач такой не было просто. И если удастся вас заинтересовать вот этим инструментом так, чтобы вы поискали дополнительную информацию с теми же обоснованиями размеров буферов, с какими-то практическими примерами, то я уже буду считать цель семинара достигнутой. Конечно, использование метода критической цепи предъявляет повышенные требования к квалификации проектного менеджера, потому что сам инструмент, несмотря на то, что его можно, в общем, примитивными словами, там на уровне сокращения длительности, на уровне суммирования этих сокращений проектного буфера, питающего буфера для некритических задач, рассказать довольно быстро, но тем не менее обосновать, как это работает и, собственно, почему мы исполнителям, каким образом мы вообще будем обосновывать исполнителям сокращение длительности в два раза, каким образом мы будем правильно выстраивать работу с заказчиком без фиксации на датах начала и окончания операции, это все, ну, в общем, требует, ну, любая система инертна, да, это требует преодоления инерции в компании, а объяснить это и продемонстрировать это на таких быстрых, простых, ярких примерах, ну, разве что обосновывая это, ну, каким-то успехом уже компаний, которые, в общем, работают с методом критической цепи, это и в западной компании, в том числе наши российские компании. К недостаткам относятся увеличенное время реализации проекта, используются буферы и ключевым является срок окончания всего проекта, а не срок выполнения отдельной задачи и необходимость формировать отдельные команды под каждый проект, ну, потому что многозадачность здесь исключена, да, и каждый из исполнителей может использоваться на одном проекте. Да, но, тем не менее, компании, которые решили у себя внедрить вот этот вот инструмент критической цепи, что в каком порядке предлагается, ну, вот такими евангелистами этого инструмента, этого подхода, что предлагается сделать. Во-первых, договориться с исполнителями. Во-вторых, самому руководителю проекта привыкнуть к вот этой мысли о длительности задач с 50-процентным покрытием рисков. В-третьих, это особый подход к составлению расписания проекта, это исключение вот этих вот ресурсных конфликтов в плане проекта, и это, ну, переключение логики, это полное переключение логики с хронологией операций на ресурсные связи, на последовательность, на цепочку работ критического ресурса. Буфер 50% от длины критической цепи. Ресурсные буферы добавляются в критическую цепь, питающие буферы для всех некритических задач. Отслеживание запланированной производительности ресурсов, ну, то есть, сколько, какая производительность вообще-то заложена, да, в те длительности, которые мы определили, и что надо сделать для того, чтобы эту производительность вовремя повысить, если что-то не так. Предоставление ресурсам информации о длительности и оценочном времени начала задачи, вот тот самый буфер предупреждения, ну, и мониторинг статуса буфера, управление выделенными буферами по времени и ресурсам. Какой эффект компании получают от использования метода критической цепи? Ускорение работ. Ну, вот по обобщению опыта тех, кто использует этот инструмент, ускорение работ на 90%. И есть, можно поискать эту информацию, она в свободном доступе в интернете, о том, кто и на уровне мировых компаний, и на уровне наших компаний, кто использует, во-первых, этот инструмент, и, во-вторых, какого эффекта им удалось добиться. И цифры, они, конечно, впечатляют. Ну, собственно, как и при внедрении любой технологии менеджмента, и российские компании в том числе. Такие примеры, такие кейсы, описание этих кейсов можно найти в интернете. Но, конечно, это перестройка мышления, это идентификация вообще понятия бутылочного горлышка, идентификация вот этого критического ресурса, определяющего даже не столько скорость выполнения проекта, сколько, в принципе, скорость выполнения всего портфеля проектов. Кто у нас ограничивает то количество заказов, которые мы можем взять? Кто из исполнителей? Какая группа? Какая компетенция? Какой человек может быть один? Какая квалификация у нас ограничивает вот эту общую скорость? Идентификация, выстраивание вот этой критической цепочки по этой критической компетенции, при этом с агрессивными оценками длительности, правильная оценка буферов, проектных, питающих буферов, потому что надо защитить этого критического исполнителя от всех вливающихся цепочек, ресурсного буфера, ну, то есть если есть возможность все-таки держать резервного исполнителя, то он тоже, да, и это особая работа со всеми заинтересованными сторонами, и с исполнителями, и с владельцами ресурсов, и с заказчиками по поводу, по поводу, как минимум, дат и по поводу, как минимум, отчетов по статусу вот этого резерва, по статусу этого буфера. Возможно, на одном из следующих семинаров, но если будет такой интерес, постараюсь на каком-нибудь, ну, так, чтобы уже с цифрами, с числами, в примере показать, чем отличается, да, там, результат планирования и выполнения проекта по перт-анализу от планирования выполнения проекта по критической цепи. Ну, а на сегодня, наверное, и так мы немножко перерасходовали время. Коллеги, может быть, какие-то вопросы у вас есть на эту тему? Хотел спросить, например, я сам для себя планирую задачи и не получается для этого. Вот у меня, ну, как бы я сам себе план составляю, понимаю, как и визит, сколько надо времени попасть. Ну, так как у меня отдел, ну, у меня один руководитель сверху, и я как исполнитель. Мы придумываем время, нет, мы не хотим за две недели, мы хотим за месяц. Делать вот так нам удобно. Потому что я буду реализовывать, управление задачей, но по факту я не могу понять, как планировать для других. То есть, как бы, из-за того, что я исполнитель, я сам даже свое время не могу исполнитель, потому что я не знаю, что в какой времени можно есть задачи. А я занимаюсь вопросами интеграции, у меня сис-пакеты, базы данных, и вот такая вся штука. Иногда приходится и в каких-то дополнительных системах что-то делать, и как бы, ну, новые задачи, которые сам даже не знаю, что надо будет ставить. Вот это, и я вообще даже не понимаю, откуда начинать. Планировать время на собственные задачи? А куда оно вообще берется? Ну... Я не понимаю, как вот, то, что вы рассказывали, я его утром почитал, вот это, и еще все-все-все. Я не понимаю, откуда вот эти значения сам были. То есть, вот человек, который продолжает менеджер, он совершенно не всегда занимался этим, он даже совершенно не всегда понимает, как из-за того проекте я тоже занимался. Ну, это правда, да, руководитель проекта не всегда носитель, вообще предметная экспертиза, да, в своем проекте. Ну, что нам говорит хорошая мировая практика? Любые оценки, в том числе оценки длительности, это экспертная оценка, это оценка по аналогам, это оценка параметрическая, там, где можно выразить работу не часами, а какими-то физическими объемами, какими-нибудь там погонными метрами, кубическими метрами, но это в любом случае какой-то предыдущий опыт. Экспертная оценка, да. Кстати, тот же Годрад, он же говорит о том, что далеко не всегда можно, в принципе, оценить длительность операции, но мы всегда можем оценить предельное значение, максимальное и минимальное значение по времени. Может быть большой диапазон, и понятно, что это от уровня неопределенности задачи, в том числе, зависит. От этого будет зависеть и размер буфера, который закладывается в эту задачу. Да, просто больше закладывать, если неопределенность. Я понимаю, что сейчас я читаю тоже, но там какое-то время было, как они книгу писали. Даниэль Кэнемон, да? Да, Даниэль Кэнемон. Он сказал, что мы пытались, ну мы запланировали 3 года, а ушло 10 лет, так что он даже уехал в Штаты, занимался другие задачи, так что через 10 лет была написана книга, они как раз по принятию решений. Курс вызывает, куда я изучил, и вот такая, интересно. Просто я вот как раз от этого и задался, то есть я сам для себя не понимаю, сколько это я делал. А как же я могу другому человеку дать время? Ну это оценка исполнителя, но только с правильной оценкой уровня неопределенности и с правильным определением, исходя из этого величины, вот этого буфера, который все это дело будет страховать. То есть основной же смысл в этом амортизаторе, который будет гасить, компенсировать наступление любого рода рисков. Ну они разные. Я все и сделал, я все месяц поставил. Отенциальная задача это на пенсию. Ну да. Поставил месяц, но вот я же не хочу так, чтобы, если я буду ставить задачу, чтобы она так, что-то будет сделала. Каждый исполнитель, да, если он будет получать такой расслабленный срок, то, в общем, у нас проект будет стремиться к бесконечности, да. В этом же как раз и есть, да, недостаток вот этого традиционного подхода, в том, что и исполнители, да, в общем, и руководители, они перезакладываются на вот эти вот риски. А задачи даже просто внутри проекта разные. Задачи, они разные по неопределенности. То есть где-то высока вероятность того, что можно сделать в минимальный срок, а где-то нет, да, где-то большое количество рисков может произойти. В этом смысле можно поискать еще вот такую книжку Лоуренс Лич «Вовремя и в рамках бюджета». Это как раз управление проектами по методу критической цепи с описанием всех статистических раскладов по тому, как определяется величина буфера, исходя из неопределенности будущих потенциальных задач. Тоже можно посмотреть. Есть и отдельные главы просто в интернете, ну и, собственно, сама по себе книжка тоже в бумажном, в электронном формате. Она совершенно спокойно ищется в поисковиках. Да, потому что подходы разные к определению. Именно здесь же в критической цепи самый главный такой камень преткновения это вот этот буфер, который не распределяется, а выносится, да, и подушка безопасности такая для всего проекта. Поэтому размер буфера и статус буфера это, в принципе, ключевые идеи, ключевые идеи вот этого инструмента. Ну а уж размер, исходя из неопределенности и совокупной, и суммы неопределенностей, которые мы поубирали из каждой задачи, это само по себе такая интересная тема. Ну то есть имеет смысл посмотреть, поискать, почитать. Какие-то еще вопросы, Калинин? Еще по вопросу хотят спросить, что было бы интересно брать с неимением опыта, чтобы у вас... Где вообще, в принципе, упоминается вот эта вот тема управления проектом на критической цепи? Это, ну вот если посмотреть на всю линейку курсов Центра специалистов в раздел курсы управления проектами, так, чтобы это имело отношение к нашей теме, да и, собственно, не только к нашей теме, вообще точкой отсчета таким нулевым километром является курс по управлению проектами на основе стандарта PMBOK, да-да-да, он 24-часовой, ну и, собственно, критическая цепь это просто один из инструментов одного из 47 процессов, поэтому скорее на этом курсе мы менее детально рассуждаем по поводу критической цепи, скорее я пользуюсь вот этими 45-минутными семинарами для того, чтобы рассказать то, что не попадает в программу этого курса, но критическая цепь, она обязательно упоминается, несмотря на то, что в 6-м PMBOK, ну то есть мы же сейчас читаем по 6-й версии этот курс, этого инструмента в разработке расписания нет, ну то есть до 5-й версии критическая цепь была, и как-то высоко гордо поднятое знамя критической цепи все эксперты несли впереди себя, а сейчас не знаю, то ли это какая-то, какой сакральный смысл в том, что в 6-й версии этого инструмента нет, не знаю, в чем подвох, пока непонятно, да, но факт в том, что не упоминается этот инструмент, в принципе, не упоминается в 6-й версии, но обязательно, это же обязательный шаг, да, в разработке расписания, неважно по какой методологии, неважно там с каким стандартом мы работаем, резервирование, какие-то резервы, да, они хоть куда-то, но должны попасть, потому что проект это там неопределенность сам по себе, ну и я обязательно упоминаю, я и коллеги мои обязательно упоминаем, вот этот инструмент критической цепи, а еще, кроме курса по управлению проектами, базового, да, 24-часового, критическая цепь, она по смыслу попадает в календарное планирование контроль проекта и в, конечно, анализ управления рисками, ну, то есть прямое отношение ко времени выполнения проекта и к рискам проекта имеет, тоже можно посмотреть, свериться по расписанию, что когда интересно, удобно, но да, нулевой километр в этом смысле это 24-часовой курс. Какие-то еще вопросы, коллеги? Ладно, спасибо вам большое за участие, коллеги, спасибо, те, кто подключились, те, кто слушали в записи, ну и повторюсь, возможно, на одном из последующих мероприятий дойдут руки до того, чтобы какой-нибудь вот такой взять, пример, показать разницу между планированием, да, по традиционному пертанализу и планированием по критической цепи, потому что это ломает логику, это ее выворачивает наизнанку, это не хронологическая последовательность, а ресурсные связи, и это выглядит немножко по-другому. Спасибо вам большое, ну и удачи всем в проектах, буду рада продолжить общение. Спасибо.